На нашей выставке есть уникальный экспонат. Для нас он представляет гордость, я думаю, что для города представляет гордость. И очень хорошо, что он хранится именно в Краеведческом музее. Так называемый «Золотой рубль» — это награда, которая вручалась в город в 2005 году по экономическим показателям. Это награда российская. То есть Копейск получил такую награду на уровне конкурса, который проходил во всей стране. Бумажные и металлические, современные и дореволюционные — все эти денежные знаки объединяет одно — их уникальность. В Краеведческом музее города представлена коллекция банистики и нумизматики из фондов музея «Достояние республики». Их история — это история страны, это история конкретно семьи, человека. Это всегда интересно. Мы, в силу того, что мы Краеведческий музей, мы всегда стараемся дополнить эту информацию о тех людях, которым это принадлежало, или кто сдал эти деньги, или кто ими пользовался. В частности, вот эта выставка «Достояние республики» охватывает период с 1731 года. Первые монеты, которые у нас есть, самые старые, они именно к этому времени относятся. И до современности, до начала 21 века про дизайн нашего копейчанина, уже современных денег. И это тоже уникально, когда копейчани выступают создателями дизайна бумажных денег. На стендах также представлены векселя, облигации, расчетные изберегательные книжки и даже бюст Карла Маркса, который написал всем известный капитал. Выставку посещают известные коллекционеры, которые приезжают со всех уголков страны. Кроме того, в экспозиции музея представлен старый кованый сундук, изнутри обклеенный керенками. Это денежные знаки 1917-19 годов. И когда они обесценились, люди таким образом стали украшать ими домашнюю утварь. В январе в Краеведческом музее откроют еще три выставки. Первая будет посвящена дню рождения Челябинской области, символы Южного Урала. Вторая – коллекции уникального фарфора. И последняя в честь года педагога и наставника представит победы и достижения копейских спортсменов.